5 апреля Росгвардия отметит пятилетие со дня своего образования. В 2016 году Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной службы войск Национальной гвардии России. В преддверии праздничной даты в Управлении координацией деятельности подразделений Росгвардии по Севастополю прошла пресс-конференция, в которой руководство ведомства подвело итоги первой пятилетки работы силовой структуры. За пять лет проведена огромная работа и любая силовая структура, которая создается, она формируется не сразу. Войска Национальной гвардии были созданы из подразделений внутренних войск, подразделений ОМОНа, СОБРа, Управления университетной охраны и лицензионной разрешительной работы. На настоящий момент за эти пять лет все задачи, которые были возложены на подразделения Росгвардии, выполнены в полном объеме. Особым достижением руководства Севастопольской Росгвардии считает тот факт, что за эти годы не было ни одной потери среди личного состава управления. Сотрудники выполнили множество боевых и служебных задач не только в Севастополе, но и на территории Южного федерального округа и Северного Кавказа. Кроме того, в нашем городе одними из первых появились так называемые «тревожные кнопки» в общественном транспорте. Мы участвуем и в охране общественного порядка, и в борьбе с терроризмом совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ. У нас совместные приказы. Выполняем мы задачи благополучно, без срывов. Что касается «тревожных кнопок», да, действительно, эти проекты были и в Волгограде, одни из первых, и в Севастополе. На данный момент сейчас в управлении местной охраны взято под охрану 808 транспортных средств, из них 57 карет скорой помощи. Во время пресс-конференции начальник управления координации деятельности подразделений Росгвардии по Севастополю Виталий Бахарев наградил двух школьников. 13 марта во время прогулки на пустыре возле улицы Руднево в Гагаринском районе ребята нашли гранату. Двое из них, Виктор Соловьев и Василий Кузьменко, увидев, что находка представляет реальную опасность, никого не подпустили к боеприпасу и вызвали по телефону правоохранителей. Я сразу очень сильно испугался, так как понял, что они очень близко рядом находились. Мне стало слишком страшно, они до сих пор там ходили, я им кричала, не ходите туда, что вы делаете. Потому что я понимал всю серьезную ситуацию, потому что даже в таких гранатах могут окислиться контакты и при любом толчке может взорваться она. На место незамедлительно прибыли взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут». Росгвардейцы идентифицировали находку как гранату F1, которая, несмотря на долгое нахождение в земле, не утратила своих боевых качеств и могла взорваться от любого неосторожного движения. Юные севастопольцы получили благодарность от руководства местного управления Росгвардии и памятные часы.